Соседи установили кондиционер на подоконнике. Теперь на нижние этажи капает вода. Законно ли это? Раньше, еще лет, наверное, может быть, пять назад, для того, чтобы поставить кондиционер за окном, да, как это начинали делать, необходимо было проводить общее собрание собственников, должны были давать разрешение. Считалось то, что вы ставите кондиционер на фасаде вашего дома, на той стене, которая является общей собственностью всех жильцов. Но, как показала судебная практика, на сегодняшнее время общего собрания жильцов не требуется. Любой человек, который решил себе поставить кондиционер, он его устанавливает, и, соответственно, проблемы с капанием воды, это как-то нужно между собой решать. Но, если вы все-таки с этим не согласны, вам необходимо обратиться в суд. Пришел перерасчет за содержание общедомового имущества за 2017 год. Правомерно ли это? Любой перерасчет делается у нас в двух случаях. Либо на следующий год, как вот с отоплением мы говорили с вами, до сих пор делался перерасчет на тех домах, где стоят приборы учета. Либо, когда дом из одной управляющей компании переходит в другую управляющую компанию. Соответственно, подбирается все перерасчеты, смотрится, какая электроэнергия. Здесь не совсем понятно, о каком, что за общедомовые имущества или нужды идет перерасчет. Здесь надо разбираться. То есть вы, получая, если получили квитанцию, перерасчет сделали, сначала обращаетесь в свою управляющую компанию с письменным запросом, с входящим номером и так далее. Есть сроки, в которые должна управляющая компания вам ответить. Если вы не получаете ответа совсем или получили невразумительный ответ, который вас не устраивает, вы можете обратиться в службу строительного надзора и жилищного контроля. Она проверит данную управляющую компанию, у нее есть все полномочия и выяснит, правомочен этот перерасчет или нет.